Накануне в регион пришла очередная партия вакцины, 28 тысяч доз. Хватит всем желающим, говорят специалисты, а таких сейчас всего 16 тысяч. Активные пожилые, 60% тех, кому больше 60, прививку уже поставили. В списке вакцинированных есть и долгожители, 100 человек, которым исполнился 91 год. Многие медлят, рассказы друзей и знакомых об осложнениях после уколов заставляют задуматься. Правда, врачи говорят, осложнение прививка не вызывает, есть лишь реакция организма на вакцину. У нас несколько человек были с температурной реакцией в течение первых суток, ну и, пожалуй, все. И любое недомогание, связанное с погодными условиями, с повышением давления, люди расценивают как реакция на прививку. А при детальном обращении и исследовании оказывается, что причина совершенно в другом. Есть информация о трех заболевших в регионе после двух фаз прививки. Но, по словам врачей, болели они в легкой форме. Кстати, делать тест на антитела накануне вакцинации не требуется. А переболевшим коронавирусной инфекцией ставить вакцину и вовсе не рекомендуют. Если раньше была рекомендация, что, возможно, через шесть месяцев, это в стандартной операционной процедуре, в первой было написано, на сегодняшний день пока, в принципе, переболевшие не прививаются. Что будет дальше, время покажет. Время покажет и как часто нужно будет прививаться от COVID-19, пока специалисты говорят, что прививочных антител должно хватить на два года. Кстати, вероятность третьей волны коронавируса медики связывают в том числе с числом привитых людей. Если мы будем прививать активно, и еще раз повторюсь, что перед нами задача стоит не к октябрю месяцу, а к первому июлю это сделать, то вероятность того, что мы действительно не получим третью волну и что мы не получим к осени очередную эпидемию, пандемию, то, что мы пережили прошлое сентябрь и октябрь. Специалисты также рассказали, что вакцина «Спутник Ви» постоянно совершенствуется. Есть уже ее лайт-вариант, когда требуется лишь одна прививка, но о ее эффективности пока нет данных. Впрочем, как и о том, когда в регион придет эпивак-вакцина от центра «Вектор». Что известно точно, так это то, что о коллективном иммунитете можно будет говорить после вакцинирования 60% населения региона. Что сейчас прививают во всех ЦРБ края, а запись на вакцинацию возможна и на сайте госуслуг. Так и еще. В ковидных госпиталях по-прежнему много тяжелых больных и каждый день люди продолжают умирать от ковида. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.